Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. И сегодня у нас с вами очередной бьюти-перерыв. Давайте порелаксируем, посмотрим журнал Космополитен. Это февральский новый номер. Но вначале я хочу поделиться с вами своими находками, каким образом я чищу кисти без специального коврика, нынче очень модного. Сейчас нанесла маникюр. Интересно, сколько он продержится. Вот этот самый лак Lumine, который мне достался в коробочке красоты. Номер 63. Что я вам хочу сказать, ребята? Ну, вот такой он, но только в три слоя, если. Некоторые средства я пробовала. Мне кажется, что можно эту косметику покупать только с большой скидкой. Иначе это уже какой-то люкс получается. Кстати, один раз я уже носила этот лак, и долго он у меня не продержался. Увы, ах! Продержался он у меня где-то один день. Ну, может, у меня, конечно, ногти таких. Хотя я наношу лак на какое-то покрытие. В данном случае это вот такое вот покрытие от Evaline. Сос для расслаивающихся ногтей. Но сейчас уже у меня ногти не слоятся, благодаря правильным витаминам, про которые я вам рассказывала. Но неплохо вообще это средство держит лак на ногтях. Особенно у тех, у кого действительно сильно слоятся ногти. Далее уже топовое покрытие я использовала от El Corazon. Вот такие вот большие профессиональные объемы я приобретала. Знаете, сколько он у меня уже живет? Ну, года полтора точно. Вот так он медленно расходуется. Конечно, периодически я то пользуюсь, то не пользуюсь. И вообще не часто я лаки наношу. Не каждый день, да. И вообще долгое время не носила. Кому интересно, как я делаю маникюр дома, какие средства еще использую, вы, пожалуйста, посмотрите мое видео. Вот здесь вот-вот здесь наверху вам оставлю ссылочку. Вот так. И маслица. Вот маслица мне как раз нравится. Я думаю, это видно. Что здесь, ну, наверное, флакона три стандартных или четыре, получается, маленьких. Я уже использовала. Оно, знаете, так вот дает вот жирненькую, хорошую пленочку. У меня очень сухая кутикула, поэтому для меня самое оно. Чем я мою кисточки? Во-первых, да. Гель для душа, либо шампунь. Вот такой, дегтярный. Почему именно дегтярный? Потому что он очень хорошо вымывает жир, как вы знаете, да, себум и, соответственно, жир из кисточек. То есть все кремовые, особенно текстуры, отлично вымывают краску. И также он дезинфицирует этот деготь. Поэтому это полезная вещь. То есть я, в принципе, не могу его использовать на волосы, потому что очень сильный аромат. Такой не очень мне он не нравится. А вот для кисточек отличный. И далее нам с вами понадобится водичка. Пару колпачков я вот так вот выливаю в воду. Первый способ. Берете вот такой вот массажер. То есть это вот обычный массажер, можно взять для тела. То есть тот, который можно использовать под водой. Берем кисточку. Вот она у меня вся в красивых румянах, розовеньких. Чуть-чуть еще буквально дегтярного средства я капаю вот сюда. И начинаю чистить. Получается вот такая вот пенка чудесная. У кого-то, у кого большие массажеры, знаете, такие вот пупырчатые. Вейвы на такие продаются. И вообще во многих бьюти-магазинах вот такие вот есть массажеры. И вот смотрите, в итоге как быстро у нас очищается кисточка. Вот видите, она уже абсолютно чистая. Но я, конечно, хочу еще поглубже немножко почистить. Поэтому буду вот так двигаться еще. Как бы ее прочесываю. Вот на этом массажере. Итак, это был первый вариант. Второй вариант, это обычный дуршлаг. Ставим вот сюда его. Берем, опять же, кисточку, испачканную теперь уже бронзером. И начинаем прямо вот так чистить. Опять же опускаем, поднимаем. Немножко смочили ее. Каплю добавили средства. И вот таким вот образом вспениваем. Прямо по этой сеточке. Попадают волоски в сеточку и очень неплохо очищаются. Конечно же, потом я промываю кисти под открытой водой. Итак, это был второй вариант. И третий вариант. Самый оригинальный. Ребята, это форма для запекания. Посмотрите, пожалуйста, насколько она похожа. Ну вот сами посмотрите. Вот на эту самую подложку, которую продают, как какой-то бешеный ноу-хау. Для того, чтобы мыть кисти. Она тоже силиконовая. То есть все то же самое. Смачиваем кисточку. Добавляем сюда немного средства. И вот таким вот образом, вспенивая, просто очищаем кисть. Даже самые плотно набитые кисточки всеми этими тремя способами чудесно очищаются до конца. Итак, форма для запекания. Это третий и последний вариант. Но, на мой взгляд, этих трех уже достаточно. Для того, чтобы вы не тратились на специальный коврик для очистки. И использовали подручные материалы. Ну что ж, кисти наши пока будут вот здесь отдыхать, промываться. А мы с вами посмотрим журнал. Ну вот, видите, девушки, пышные формы в моде. Так что не комплексуйте. У кого есть чуть-чуть лишний вес, хорошая большая грудь и широкие бедра. Почему-то не воспринимаю я духи вот в таких пузырьках. Ну, наверное, просто я выросла. Для девочек будет прекрасно. Маскина. Маскина. Как правильно это произносится. Вот они, широкие бедра. Смотрите, то, что я вам говорила, да, и то, что я постоянно делаю. Выдели скулы бронзирующей пудрой. Ей уже подчеркни складку верхних век. А что я вам хочу сказать по поводу Dolce & Gabbana. Вот такого вот бронзера. У меня такой бронзер есть, как вы видите, он в рефиле. Планировала вставить его в коробочку, рассказывала вам уже, да. Но, к сожалению, целый чемодан у меня с косметикой подавился. Совсем не светится никак Dolce & Gabbana. Но, как вы видите, он, конечно, рыжит, да. Ну, я каштановый имею сейчас оттенок волос, поскольку чуть-чуть подкрашиваю специальной масочкой. Я не вижу какой-то мастхева в этом. То есть, не обязательно иметь вот это вот средство абсолютно, девочки. Кто хочет потратиться на него, я думаю, что вот такую вот пудру вы можете найти и в масс-маркете в том числе. Кстати, она у меня принимала участие в моем видео о заменах люксу. Я подбирала ей замену, так что вы можете посмотреть мое видео об этом. И найти себе похожую замену, но уже в более бюджетном сегменте. Кремовые розовые румяна. Рекламируется сейчас почему-то именно кремовые текстуры. Вы, кстати, как относитесь к кремовым текстурам? Я неоднозначно к кремовым румяным. Вы видели, да, что у меня медленно они идут. Я даже пыталась в своем видео уголосовании на тени кремовые их каким-то образом использовать как кремовые тени. У меня есть от Kiko кремовый румяна. Ну, что-то прям никак они мне не идут. Ну, то есть в основном, потому что я использую все сухие текстуры. И забываю нанести кремовые румяна до того, как наношу какую-то пудру, бронзер и так далее. Оно все двигает макияж. Ну, по крайней мере, так у меня происходит. Это все продукты D&G, то есть Dolce & Gabbana. И многие из них я пробовала ранее. В частности, вот такие тени я пробовала. Ничего особенного для бровей. Помады у меня тоже есть. Кремовые тени. Нет, кремовые тени не пробовала. Но пробовала праймер. И он такой силиконистый все-таки. Светоотражающие частички, да, но это, видимо, новые. Такой я еще пока не пробовала. Советуют читать Владимира Набокова. Ну, хорошо, хоть что-то полезное советуют. Очень люблю фигурное катание. Но, как вспомню, как я очень сильно повредила ногу, когда занималась им, ну, так, почти профессионально. И так я улетела, что потом я полгода буквально прыгала на одной ноге. Так что теперь я даже боюсь, честно говоря, прыгать. Даже простой перекидной уж не говоря об оборотах. В общем, со страхом слежу за девочками, когда они прыгают. Мне прям аж плохо внутри становится. Информация под названием «Ледниковый период ОВДНХ». На главный каток страны, если вы отправляетесь, он вот здесь находится. То есть вот это все голубое, это вот по кругу все залито льдом. Мы там были, я каталась. Ну, пока снова что-то в очередной раз не повредило, потому что дети прям под ноги бросаются. Очень страшно, поэтому я теперь в общественных местах не катаюсь на коньках. Ну, вот интересное, видите, такое. Знаете, что меня напоминает? Вот такая карта. Была такая карта в книге Винни-Пух. Они по лесу ходили по такой карте. Тут где кафе, где что. Кстати, удобная вещь. Цвет красивый, но такой спорный. Не все мужчины готовы в этом цвете одеваться. На один рукав как-то платье я не очень люблю. Ну, наверное, я просто такой человек прагматичный. То есть я сразу себе представляю, что сюда сверху можно надеть. То есть вот эти валаны будут складываться. Ну, это моя такая практичность во мне говорит. Фаберлик. Видите, как себя активно рекламируют. Вот видите, Севентин. Где-то я на каких-то сайтах видела эту косметику у нас московских. Очень бюджетная. Опять, видите, вот эти вот платья моди они. Ревьен Сабо. Что я вам хочу сказать? Самая стойкая тушь. Сейчас покажу вам какая. Вот такая. Такая Мариньер. Да, Мариньер называется. В общем, это просто чудо какое-то. Оно у меня уже открытое, поэтому я вам покажу. Уж кто не знает. Вот такая вот кисточка. Но она чуть-чуть, видите, так сверху. Как бы вверх чуть-чуть загнута. Ой, капнула. Эта вот кисточка. Очень, кстати, удобная. Прекрасно прокрашивает. Она не дает какого-то большого-большого объема. Но такие хорошие разделенные реснички. Вот эта водостойка. Вот и пруф. Но вы не представляете себе, что она пережила. Она пережила сауну. И я не могла ее смыть никаким средством, кроме специального. То есть она вообще не склеилась. С ней ничего не произошло. Даже после того, как я сходила в сауну. И мне пришлось с ней уйти домой. То есть в итоге я не смогла ее смыть. И смыла дома специальным средством без проблем. Но вот такая бешеная стойкость. Вот эту, по крайней мере, я могу вам рекомендовать. Я ее потому что уже протестировала в экстремальных условиях. Очень люблю брючные костюмы. Очень. Но не всегда они идеально сидят на такой фигуре, как у меня. Когда, знаете, узкая талия, широкие бедра, большая грудь. То не всегда. Больше они, конечно, подходят таким, я бы так сказала, худеньким девочкам. Да, и блузки такие классические. Тоже очень-очень люблю. Да, ботильоны, конечно, белые. Но сейчас самое время сумками белыми носить. Молодцы. И туфли вот такие. Ко дню всех влюбленных. Кстати говоря, вы как-то отмечаете день всех влюбленных. Просто еще один шанс друг друга порадовать какими-то подарками. А так, в принципе, конечно, я это как праздник не воспринимаю. Видите, костюмы, костюмы. Приятно. Это очень красиво, элегантно. Такая небрежная немножко тушевка. Вот не идеальная она как бы. Но не всем она такая идет. На некоторых будет смотреться так, как будто они неаккуратно просто сделали макияж. И фраше уже сто лет, честно говоря, ничего не покупала. И мне кажется, сейчас завышенная очень цена. Именно вот на эти вот линейки тысяча с чем-то они стоят. В общем, несложные такие сыворотки масляные. Ну, прям, мне кажется, завысили. Завысили. И капитализация бренда. Дуфейст Чоколад. Я не могу даже свои сейчас тени использовать. У них столько. Еще и палетки есть тоже. Так что... Ну, к тому же есть Майкап Революшн, который просто практически скопировал этот бренд. Ну, может быть, по качеству чуть-чуть похуже, но не сильно. Видите, румяна в тренде. Обязательно не забудьте залиться румянцем. Смотрите, какие Сифора выпустила такой смешной мальчик-зайчик. Не знаю, кто это даже. Так, вот эти вот красивые. Смотрите, какие я и в Сен-Лоран. Но неожиданно такие темные. Так, ну, тут мужской клуб. Я не знаю, кто будет это читать. Наверное, девочки некоторые будут. Страничка о расческах. Ну, мы в итоге пришли к выводу, что расчески с меньшей ручкой, то есть как можно меньшей ручкой, меньше выдирают волос. Вот таким вот образом. У меня у дочки длинные волосы. И в итоге она пришла к моей расческе, которой пользуюсь я. То есть вот такой массажер без ручки. Абсолютно похоже на Тангл Тизер. Что-то такое. Показывала вам его в своих покупках. Литуаль я его покупала. Гороскоп. Ну, честно говоря, в гороскопы я не верю, ребята. Ну, прям, ну, никак. Так, спокойно я к этому отношусь. Человек должен быть в себе уверен, вне зависимости от того, что сказано в гороскопе. Как относиться к своим романам из прошлого? Что делать, если неугомонный экс, который регулярно напоминает о себе? Ну, вот видите, как привлекательно женщина выглядит. Вот такие бедра хорошие у нее. Красота. Вот видите, полненькие ножки. Ничего не стесняется абсолютно. Силуэт вот черное платье очень-очень стройнит. Если еще сверху какую-то, ну, может быть, пиджачок или что-то, накидку надеть, очень будет красиво. Такое, видите, платье готическое. Просто Мартиша Адамс, наверное, в таком бы ходило. Вот видите, зеленое. Иногда вот в таких вот форматах вижу своих учеников. В основном это модели, певицы, актрисы. Ой, с сердечками кролика. У меня муж скажет, о боже, если я такое ему приготовлю. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, что вы были со мной. Мне еще предстоит мыть все вот эти вот кисточки. Еще три, по-моему, таких стакана. Кстати, что здесь делает ручка, непонятно. Спасибо большое, что вы были со мной. Я надеюсь, это видео оказалось для вас немного полезным. Если да, пожалуйста, жмите пальчик вверх, поддержите меня этим. А я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok